МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Азия и вечерняя общеобразовательная школа еще противостоят вирусу. Однако не исключено, что и они скоро сдадут свои позиции. В Роспотребнадзоре считают, что эта неделя может стать пиком заболеваемости. Однако пока это только прогноз. Сейчас школьники разрознены, и это может способствовать спаду эпидемии. А вот теплая погода, которую обещают синоптики в ближайшие дни, наверняка приведет к распространению вируса. Биски и лифты сегодня проверил региональный оператор. Более 20 грузоподъемных машин в нашем городе ремонтируют в рамках краевой программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Биск стал единственным городом края, в котором ведется не замена, а ремонт лифтов. Перед началом работ грузоподъемное оборудование обследовали краевые эксперты. Они и порекомендовали провести ремонт. В ходе конкурса был определен подрядчик. За его работой на всех этапах следят собственники жилья и кураторы. Даже поступление оборудования фотографируется и строго контролируется. Для завершения работ осталась ровно неделя. Принимать лифты будет специально созданная комиссия. В общей сложности ремонт обойдется в 26 миллионов рублей. Денежные средства – это деньги собственников, которые платят за фонд капитального ремонта на счет оригинального оператора. Фонд капитального ремонта. И расходуются они именно на ремонтные работы. То есть на кровли и, в частности, здесь в настоящее время на ремонт лифтового оборудования по городу Биску. Сегодня Биский районный суд огласил приговор в отношении уже бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Полицейского осудили за превышение должностных полномочий. Он и еще двое сотрудников ППС летом прошлого года заставили Биских алкоголиков пойти на преступление. Как выяснилось в ходе следствия, такое распоряжение поступило от их непосредственного начальника. В отношении уже бывших работников патрульно-постовой службы возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Один из участников группы в ходе предварительного расследования дал признательные показания и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. И сегодня Биский районный суд огласил приговор. Какой получил срок сотрудник патрульно-постовой службы убийской полиции вы узнаете буквально через час. Сегодня в эфире ТВ. Ком смотрите программу «Участок 112» с Евгением Плохотиным. Не пропустите. Один автомобиль сгорел полностью, и еще два обгорели частично. В Биске, во дворе многоэтажного дома, произошел пожар. Пожар начался в девятом часу утра. Во дворе многоэтажки по улице Короленко загорелся автомобиль. Огонь распространился на 4 квадратных метра. Справиться с ним удалось за 10 минут. Однако за это время Форт Монде у 98-го года выпуска уже полностью сгорел. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Автомобиль заводился с автозапуска. В результате пожара пострадали еще два автомобиля. Огонь перекинулся на стоящие рядом машины. Их повреждения существенно меньше. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В 2016 году он проходит под девизом «Мы можем, я могу». Слоган призывает осмыслить то, что может сделать каждый в борьбе против этого заболевания. В Биско-медико-географической зоне в настоящее время диагноз «рак» поставлен более чем 10 тысячам населения. И большая часть из них проживают в городе. У женщин чаще всего встречается рак кожи и молочной железы. У мужчин – рак легкого и предстательной железы. Главными факторами, провоцирующими заболевания, являются ультрафиолетовое излучение, химические и бактериологические канцерогены. Сегодня в нашем городе есть современное оборудование, позволяющее диагностировать и бороться с новообразованиями. На вооружении медиков – лекарственная и лазерная терапия и жидкий азот. Чтобы обезопасить себя от этого заболевания, следует не реже одного раза в год посещать смотровые кабинеты и придерживаться здорового образа жизни. Не курить, не злоупотреблять загаром, в том числе и в солярии. Правильно питаться. В числе тех, кто помогает бейчанам бороться с раковыми заболеваниями – Александр Шлегель. В его послужном списке только одно место работы – онкологический диспансер, а на счету – тысячи проведенных операций. Он – герой нашего следующего видеоматериала. Наверное, родился для борьбы с раком. Онкологи, онкологи, они тоже в то время зарождались онкологией. В медицинском институте Александр Шлегель познакомился с будущей супругой. И вот уже 40 лет они вместе – дома и на работе. Добрый, отзывчивый очень. А главное – хорошо помогает мне. Об удивительной доброте этого человека говорит не только супруга. Это качество выделяют в нем коллеги по работе, друзья, пациенты. Сегодня на консультацию к Александру Шлегелю пришла бывшая одноклассница. Вспоминает, он и в школе еще мальчишкой был таким же чутким и отзывчивым. Мы за одной партой три года сидели в школе. И он у нас уже тогда даже отличался. И по знаниям, и характер его тот же выдержанный, приветливый, добрый. За 41 год работы Александр Шлегель провел тысячи операций, в том числе и очень сложных. Уже 10 лет он на пенсии, но и сейчас продолжает помогать людям бороться с раком. Он неизменный участник консилиумов, определяет тактику лечения, консультирует врачей, осматривает больных, отвечает за лекарственное обеспечение поликлиники. За многолетний труд, отзывчивое сердце и в честь юбилея Александру Шлегелю вручили наградной знак за заслуги передбийском третьей степени. АПЛОДИСМЕНТЫ Юбиляр поблагодарил за признание своего труда и заверил, что боевой пост покидать не собирается. Он еще поборется за жизнь и здоровье бичан. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Будни. Говорили сегодня об онкозаболеваниях и в общественном транспорте. Трамвай здоровья проехал по нашему городу. С ликбезом и пожеланием доброго здоровья горожанам. Сегодня пассажиры услышат о причинах развития онкологических заболеваний, посмотрят ролики, получат информационный материал в виде буклетов и узнают, куда нужно обратиться, если возникнет такая проблема. Время быть здоровым. Именно так называется мероприятие, организованное трамвайным управлением совместно со студентами медицинского колледжа. Цель акции – профилактика онкозаболеваний. И об этом не случайно говорили именно в трамвае. Ведь это самый экологически чистый вид транспорта. Трамвай здоровья ходит по нашему городу уже два года. Такие же акции будут проводиться и в дальнейшем. И каждый желающий сможет не только прокатиться, но и узнать немного больше о своем здоровье. Граждан такая идея пришлась по душе. Я сама много лет отработала в 4-й больнице, в ее отделении. То, что вы пропагандируете, это прекрасно. Это все правильно. Сегодня городской совет ветеранов войны ценными подарками отметил особенных людей. Фронтовиков, которые в феврале отмечают юбилеи. Некоторым из них, между прочим, 90 и 95 лет. Среди награжденных сегодня и Павел Бобровский. Он тоже именинник. Ему исполнилось 65 лет. Участник войны в Афганистане, создатель Бийского музея воинов-интернационалистов. Он же многие годы возглавляет городской комитет ветеранов войны. И сегодня из рук своего коллеги, председателя Краевого комитета ветеранов, он получил золотые часы и книгу «Воинская слава Алтая». Ваша организация большую работу проводит, прежде всего, по нравственно-патриотическому воспитанию, подготовке молодежи к службе в вооруженных силах. И вот такой музей, который находится в городе Бийске, он один из немногих музеев в Алтайском крае, может быть, даже и в Российской Федерации. Настоящий мужчина 2016. Молодежный конкурс продолжается. На этот раз участники погрузились в армейские будни. За ходом военно-полевых сборов наблюдала Анастасия Исаева. Рота, подъем! Пока горит спичка или успеть за 45 секунд. Здесь все как в настоящей армии. По команде 12 новобранцев должны максимально быстро одеться и построиться на импровизированном плацу. Строились парни два раза. Первый – пробный, второй – шел зачет. А вы знаете, нет такого, кому проще, кому сложнее. Здесь проверяется мужчина, какой он есть. Поэтому просто тому, кто и не служил, и просто тому, кто служил – это игра. Это конкурс. Они все волнуются, все переживают. Явных фаворитов нет. Я просто знаю отлично, что один этап – это абсолютно ничего, точно так же, как и второй этап. Потому что конкурсы все. Мы попробуем за эти 9 конкурсов рассмотреть участников со всех сторон. Показать мужчину и повара, и кулинара, и спортсмена, и джентльмена, и кавалера. Ну, кто из них? Увидим 23-го. Уставу после подъема нужно заправить кровати. Парни со знанием дела подошли к процессу. Некоторые даже набили канты, взбили подушки. Олег Кан с легкостью справился с заданием. Молодой человек с этим сталкивается не впервые. За его спиной служба в армии. К тому же Олег – участник со стажем. В прошлом году ему не хватило всего нескольких баллов до победы. Этот год, конечно, я знаю на некоторых упражнениях плюсы и минусы. И на тех упражнениях, которые были в прошлый год, я просто это учту и буду улучшать эти результаты. Налег, бух, шагом, марш. На плацу настоящие мужчины оттачивали навыки строевой подготовки. Затем сослезались скорости, сборки и разборки автомата. Завершился армейский день импровизированной войной. Игрой в лазертак. Ну, если человек развит, то, в принципе, сложности никакие не возникают. Потому что каждый этап проходит с инструктажом, в первую очередь. Повторить, я думаю, любой здравомущий человек может себе позволить это. Тут работает преподавательская солидарность. Пускай будут ученики быть выше, чем преподаватель. В принципе, вот с этим настроем мы идем дальше. Два этапа позади. Следующее испытание – преодоление водных преград. Уже завтра, 5 февраля, в бассейне «Дельфин» настоящие мужчины выяснят, кто самый быстрый пловец и лучший подводник. Анастасия Исаева, Андрей Сегаев. Будни. Ровно неделю в нашем крае идет межрегиональная патриотическая акция «Снежный десант». В ней участвуют 450 студентов из 19 вузов региона. В том числе и бейчане. Новостями о том, как проходят их будни, бойцы поделились с нами. Бойцы бейского отряда «Земляки» сняли и смонтировали видеоклипы, в которых рассказывают, чем они занимаются в своем путешествии. Отряд находится в Заримском районе. За 10 дней студенты должны посетить 9 сел. В каждом находится ровно сутки. В школах проводят занятия по профориентации, мастерят с детьми потелки и играют в спортивные игры. Пожилым и одиноким людям помогают по хозяйству. А вечером для всех сельчан проводят большой концерт в местном клубе. Вчера студенты были в селе Жуланихо. Туда к ним приезжали гости из краевого штаба студотрядов и депутата КЗС Татьяна Ильиченко, чтобы посмотреть на их работу и подбодрить на дальнейшие свершения. Путешествие бойцов закончится уже в это воскресенье. После обеда студенты вернутся в БИСК. В Алтайском крае на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение. На территории региона ожидается сильный ветер. 5 и 6 февраля синоптики Алтайского гидромедцентра прогнозируют усиление ветра до 13-18 метров в секунду с порывами до 22-27 метров. Завтра на территории края ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, метель и гололедные явления. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рекомендует автомобилистам соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать маневрирований и обгонов, пешеходам быть внимательными и при переходе через проезжую часть. И о погоде в нашем городе. Завтра, 5 февраля, в БИСКе будет пасмурно. Возможны осадки в виде снега. Температура ночью минус 20, минус 22. Днем от 9 до 11 градусов со знаком минус. Это все новости на сегодня. Я желаю вам приятного завершения вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова